Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Междуреченск, Кузбасс, Центр детского творчества. Одним из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни, это выбор профессии и карьерного пути, который определяет качество всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор совершается без должного обдумывания на уровне интуиции или сиюминутных желаний увлечений. Но пути решения проблем есть. И наиболее вероятный путь к увеличению актуальности и роли профориентации – это увеличение степени вовлеченности специалистов в процесс обучения и воспитания детей, начиная с детского сада и заканчивая выпускниками школы. Наш кейс – это практически 9-летний опыт системной работы команды Междуреченского городского округа. Ведь усилий одного педагогического сообщества, даже объединенного в целую сеть, недостаточно для эффективной профориентации. Необходима поддержка учредителя, сотрудничество с различными предприятиями, которые и выступают в роли основных заказчиков кадров соответствующего профиля. В разработке и реализации образовательного проекта приняли участие администрация, методисты, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагог-психолог, образовательные организации, социальные партнеры. Данный проект направлен на детей от 5 до 18 лет, а их у нас 16999 человек. За последние 3 года общий охват составил 4839 человек, а за 10-9 лет общий – более 26 тысяч детей-подростков Междуреченского городского округа. Таким образом, опыт межсетевого и межведомственного взаимодействия позволил решить конкретные задачи. Привлечь 20 высококвалифицированных специалистов к разработке и реализации проекта, организовать совместную проектную деятельность и тьютерское сопровождение старшеклассников с участием социальных партнеров проектов. Для организации предпрофильной подготовки старшеклассников использовать потенциал более 40 различных организаций, в том числе администрации Междуреченского городского округа, промышленных учреждений, учреждений бизнеса, учебных заведений, профессионального образования. Подключить к реализации проекта более 40 педагогов из образовательных организаций города. В результате по 4 модулям проекта реализовано 26 программ и проведено более 200 мероприятий. Кроме того, уже в этом году нами была разработана воспитательная программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Академия Soft Skills, которая стала победителем областного грантового конкурса. Эффективность данного сетевого взаимодействия заключается в следующем. На уровне управления образованием утверждено положение в организации интеграционного взаимодействия. Разработана форма договора о двух и трех стороннем сотрудничестве. Определены конкретные роли и задачи участников проекта. Выстроен алгоритм их работы. Подготовлены дорожные карты для кураторов, тьютеров и педагогов дополнительного образования. Важным для нас остается и всегда было постоянное обновление содержания программ, использование современных методов информационных форм профориентационной работы с детьми и подростками. Серьезную помощь в профессиональном самоопределении и успешном выборе профессии оказывают следующие моменты. Это профильное обучение, принимая во внимание текущие и планируемые потребности рынка, труда, города, области, региона. Увеличение количества практических занятий, в том числе профессиональных проб, непосредственно на предприятиях и учреждениях из разных сфер деятельности. Формирование обучающихся профессиональных навыков, которые будут востребованы в любом будущей практической деятельности. Это оказание системной, полноценной помощи и сопровождение учащихся на всем пути выбора профессии и учебного профиля. От первого интереса в детстве до выбора образовательного учреждения по профилю, профильных программ дополнительного образования и выбора будущей профессии. Привеличение самого широкого круга социальных партнеров, представителей профессий для создания интересной и разнообразной среды для получения дополнительного образования. Поэтому в кейс вошли мероприятия, формирующие и развивающие практические навыки и компетенции 21 века. Популярными мероприятиями, по мнению подростков, детей и их родителей, стали сюжетно-ролевые игры, занятия по карте отраслей с использованием игровой развивающей среды, навигатум, взрослянтия, профисказки, посещение предприятий с целью формирования четкой картины профессиональных сфер города и региона, знакомство с профессиональной деятельностью, родители и разграничение таких понятий, как профессия и специальность. Использование скетчбука «Кто я?», дневник профессий по программам «Дети Гиппократов вместе с властью», «Школа юного горняка», «Форсайт-сессии про будущее», «Эквизиум», «Конкурс профмастерства», «Бургер-шоу», «Защита социальных проектов и бизнес-планок». А программа «Вместе с властью» уже 16 лет пользуется большой популярностью у подростков города. И сегодня это полномасштабное мероприятие в муниципальном округе с участием представителей администрации города, руководителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. По итогам защиты проектов победители получают реальную поддержку в реализации своего проекта. Целевых мест для поступления по выборному профилю деятельности получили более 15 человек. Кроме обучения по программам, учащиеся имеют возможность непосредственно ознакомиться с вузами, сузами, кузбасса и учреждениями, расположенных вблизи региона, на городских ярмарках, образовании, профессии, карьере и мой выбор. Для удобства работы с кейсом создана интерактивная страница содержания, с которой легко и быстро можно перейти в любой раздел кейса. Все разделы кейса независимы друг от друга. Обновление информации и его наполнение осуществляется практически сразу после проведения конкретного мероприятия. Хранение методического материала организовано на Яндекс.Диске, возможности которого известны большому кругу пользователей. И самое главное, отличие нашего кейса от других, это его мобильность. Он доступен, удобен и прост в использовании. И еще одно важное отличие. Он может быть использован как шаблон для любой дополнительной, общеобразовательной, общеразвивающей программы любой направленности. Методический кейс содержит в себе разработки программы учебно-методических материалов для разных возрастов обучающихся. Материалы мероприятий разных уровней, от индивидуальных, групповых до городских, а также цифровые следы реализации проекта. Мы считаем, что это неоценимое подспорье для работы педагогов дополнительного образования. Педагогов-профориентаторов и профконсультантов. И даже большой, больше, любой воспитатель детского сада, учитель школы, желающий помочь ребенку в его профессиональном самоопределении, найдет в нашем кейсе интересную и полезную для себя информацию. Формируя цифровой методический кейс, мы для себя поняли главное. Методический кейс – это инновационный, педагогический и методический продукт, который позволил свободно тиражировать свой опыт, видеть востребованность реализации проекта, оценить эффективность работы и качество своего методического продукта. Кейс удостоен двух золотых медалей – Кузбасской ярмарки «Образование карьера» и Кузбасского образовательного форума. Опираясь на свой многолетний опыт и получение результаты сетевого и межведомственного взаимодействия, мы уверены, что система непрерывной профориентации – это неотъемлемая часть современного общества, желающего развиваться в ногу со временем. Выбираем будущее, меняем реальность. Согласно федеральному закону о дополнительном образовании, дополнительное образование – это цельнаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, государства. Таким образом, процесс воспитания всегда для нас был и остается главным. И мы единодушны с позиции Михаила Иосифовича Рожкова, доктора педагогических наук, профессора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования, что целостность воспитательного процесса проявляется в единстве процессов обучения и воспитания. В процессе обучения происходит воспитание, а в процессе воспитания – обучение. Да, воспитание переживало разные времена. Все мы помним 90-е годы прошлого века, когда воспитание было практически удалено из школы и островком воспитания оставались на то время лишь внешкольные учреждения. Но если говорить о воспитании сегодня в целом, то, конечно, организация этого процесса требует изменений, которые должны появиться в результате определенных подходов к воспитанию. В основе изменений должна быть нацеленность воспитания на будущее, то есть на формирование навыков 21 века, которые непосредственно связаны с воспитанием. Именно эти изменения должны обеспечить подростку, молодому человеку его личный рост с учетом той социальной ситуации, в которой происходит его развитие, выбор будущего пути, совершенствование, становление его как личности, гражданина своего отечества. Мы с вами сейчас живем в технологичном мире, где ежедневно появляются технические новинки и постоянно происходят глобальные изменения в цифровой сфере. В настоящее время в России на первый план выходит развитие технического творчества и подготовка инженерных кадров, активно развивается система детских технопарков «Кванториум», появляются новые платформы и технологии, связанные с искусственным интеллектом, появлением новых умных производств, робототехникой, технологий виртуальной и дополнительной реальности. В воспитательном процессе сегодня участвуют и многие субъекты, кроме основных – школы и семьи. Это и детские объединения, общественные организации, организации культуры, спорта, учреждения дополнительного образования. Сегодня мы должны говорить о влиянии на воспитание подрастающего поколения, изменяющейся и цифровой трансформацией общества, появлением различных социальных сетей. И это очень важно. Мы убеждены, что координация на уровне государства, субъекта федерации по вопросам воспитания, конечно, необходима. Но насильно воспитывать невозможно. Необходимо создавать каждому ситуацию успеха, сделать так, чтобы у детей и подростков возникло желание саморазвиваться, самосовершенствоваться, чтобы у каждого ребенка был успех. А для этого не нужно нагружать, может быть, наших педагогов дополнительной и излишней нормативной документации. Наш педагогический коллектив Центра детского творчества считает, что законотворческая инициатива по вопросам воспитания обучающихся позволит системе дополнительного образования продолжать развиваться, выстраивать новые в межведомственные сетевые взаимодействия, двигаться вперед и воспитывать успешную личность в различных сферах деятельности, которые значимы для города Кузбасса России. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть ролик «Семь чудес». Есть в образовании дополнительном семь чудес, ведущих детей к открытиям. Первое чудо – это ребенок, непредсказуем, робок и льбоек. То послушный, то упрямый, но к творчеству он постоянный. Чудо второе – это творец. То педагог, детям мать и отец. Первую скрипку он не играет, к инициативности приучает. Третье чудо – дружба и радость. Поверив в себя, вряд ли сделаешь гадость. Уметь быть счастливыми учатся дети и за поступки всегда быть в ответе. Четвертое чудо – успех неизбежный. Признаний, наград, океан безбрежный. К высотам знаний поднимется каждый. Результаты трудра увидит нам важно. Пятое чудо – умение общаться. Во взрослую жизнь помогает вливаться. Не как посетитель войти в этот мир, А как полноправный страны гражданин. Шестое – это открытие. Ценности знания, саморазвитие. Если пойдешь ты этим путем, Найдешь тогда истину в сердце своем. Ну а седьмое – город наш славный. Где создано все для старта и славы. Дворцы, стадионы, дюцы и центры. Для междуреченцев – эпицентры. Здесь куются рекорды, победы, успех. Междуреченск – оплот и надежда для всех. Воспитание – это книга о семи чудесах дополнительного образования, главный герой которой – ребенок. Читать ее можно бесконечно. Педагогический коллектив Центра детского творчества определяет для себя главную задачу – воспитать талантливого, успешного ребенка, способного самоопределиться в жизни. Личный пример педагога – образец воспитания. Дополнительное образование позволяет ребенку выбрать педагога, наставника, друга, способного создавать ему условия для самоопределения, самореализации, выбрать дальнейший жизненный путь настоящего патриота, гражданина своей страны, уважающего память защитников Отечества. Реализуя проекты, у подростков формируются навыки 21 века. Они учатся работать в команде, планировать и достигать общие цели, общаться, брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки, тем самым познавать нормы и ценности современного общества. Большое внимание воспитании мы уделяем взаимоотношениям детей и родителей. Реализация проекта «Семейная академия» – это совместная деятельность творческого объединения семьи и центра, которые способствуют улучшению детско-родительских отношений. Успешное применение современных педагогических технологий в воспитательном процессе, социальное проектирование, технология сотрудничества, личностно-ориентированное воспитание способствуют развитию инициативности, умению самостоятельно организовать акции и мероприятия, проекты. Огромный воспитательный потенциал несет совместная деятельность учреждения дополнительного образования и общественных организаций. Уже 25 лет Центр детского творчества сотрудничает с детской экологической организацией «Зеленые», деятельность которой направлена на экологическое воспитание подрастающего поколения. Более 20 лет на базе Центра действует городской волонтерский отряд «Милосердие», цель которого – формирование уважительного отношения к старшему поколению, взаимному уважению, взаимопомощи на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм. В течение пяти лет Центр является муниципальной площадкой российского движения школьников, результатом чего стало включение в состав РДШ более 70% обучающихся образовательных организаций города. Совместно с Обществом коренного населения «Алтеншор» более 10 лет реализуем открытый городской проект «Мой край», направленный на формирование бережного отношения к культурному наследию и традиции многонационального народа Российской Федерации. Ежегодно в детско-этнографическом музее «Шор-Черем» более 500 детей приобщаются к культуре, обычаям, традициям малочисленных народов Кузбасса. Уже 9 лет с успехом реализуем проект «Профессиональное будущее», одна из задач которого – формирование уважения к людям труда и к профессиям, востребованным в городе и регионе. Формирование активной жизненной позиции – одно из направлений воспитательной работы Центра. Более 16 лет в Центре реализуется уникальный городской проект «Вместе с властью». Школьники активно включаются в практическую деятельность по решению какой-либо из социальных проблем города силами самих учащихся, знакомятся со структурой гражданского общества, становятся инициаторами социальных проектов по благоустройству и развитию родного города. Система дополнительного образования – это живой организм, который постоянно растет, видоизменяется, оставляя все лучшее, что было заложено предыдущими поколениями. Вместе с тем появляются и новые формы воспитательной работы, социальные и бизнес-проекты, трест-технология, метод кейс-стадий, форсайт-технология, квизиум, соучастное проектирование, профессиональные пробы. Центр детского творчества – соорганизатор городского проекта «Детский форсайт» при поддержке Евросхолдинг, Фонда социальных инициатив и Администрации Междуреченского городского округа. Центр – областная базовая площадка с привлечением спикеров всероссийского и международного уровней по организации и проведению открытого областного детского интеллектуального форума «Время быть первыми». Мы, педагогический коллектив Центра детского творчества, считаем, что законотворческая инициатива по вопросам воспитания обучающихся позволяет системе дополнительного образования продолжать развиваться, двигаться вперед и воспитывать успешную личность в различных сферах деятельности, которые значимы для… Смех! Субтитры создавал DimaTorzok